Здравствуйте, ребятушки! Сегодня вам Дедушка Мороз покажет, что тоже умеет печь новогоднее печенье. Так что, кому интересно, оставайтесь с Дедушкой и увидите, как Дедушка печёт печенье. Ну всё, приступим. Итак, начнём. Покажет вам Дедушка ингредиенты, которые нам нужны для нашего новогоднего печенья. Значит так, я вам скажу сразу, на одну порцию, сколько ставит Дедушка. Итак, начнём. На одну порцию Дедушка ставит 1 яичко, 2 столовые ложки майонеза, 200 грамм сливочного масла. Дедушка его снял с холодильника чуть-чуть раньше, чтобы маслечко растопилось, было мягенькое. Потом, где-то 100-150 грамм сахара, где-то 400-450 грамм муки и 1 столовая ложка корицы. У нас в Италии, где живёт Дедушка, корица это канела. Вот так вот, это все ингредиенты. Ну что, идём дальше. Вот в такой красивой мисочке я сейчас в первую очередь сбью следующие ингредиенты. Это масло, потом яйцо, сахар, майонез и корица. Дедушка всё хорошо сбьёт ложечкой, потом венчиком, чтобы была хорошая однородная масса. И потом будем постепенно добавлять муку. Так, давайте начнём. Вот, смотрите, масло, сахар, яйцо, майонез и ложка корицы. Теперь всё-всё хорошо нужно перемешать, пока будет такая вот однородная масса. Вот такая получилась однородная масса. Теперь постепенно будем добавлять муку. Самое главное, кто будет делать, не забудьте, что муку нужно обязательно просеять. Обязательно. Вот так, как делает Дедушка. Одной рукой. Это не то, что вы думаете. Так, перемешаем. Стакан муки добавили. Добавляем ещё один стакан. И тоже обязательно просеиваем. Ой. У меня такое движение левой рукой странное. Ну, это печенька пеку, печенька. Вот, смотрите, какое получилось у Дедушки тесто. Муки у меня всего ушло 3 стакана. Да, чуть-чуть больше, чем Дедушка рассчитывал. Ну, ничего страшного. Теперь мы тесто завернём в плёнку пищевую и отправим в холодильник где-то на 10 минут. Ну, всё, увидимся. Дедушка поделил тесто на 2 части. Пока месил, чуть-чуть отвлёкся, Дедушка. Ну, не судите строго. Я же тоже человек. Всё накрывал. Смотрите, какой Дедушка молодец. Пока тесто отдыхает в холодильнике, Дедушка убрал стол. Видите? Сейчас Дедушка покажет вам, какие Дедушка будет формочки использовать для печенушек. Так, сейчас посмотрим, куда та Снегурочка формочки спрятала. Вот они. Так. Сейчас Дедушка покажет, что у Дедушки есть. Итак, у Дедушки есть звёздочка. О, вот такой мальчик. Красавчик. О, подружка его, девочка. Смотрите. Что тут? О, снеговичок. Красавчик. Тоже будем его использовать. Дальше. Что у нас тут? Снежинка. Ой, какая снежинка. Раз уж в этом году снега нету, то хотя бы будут пряники снежинки. И ёлочка. Вот. Тоже такая красивая. Что ещё у Дедушки есть? Ангелочек ещё есть. Вот такая конфетка. Домик. А это что у нас? А, это звезда. Летящая звезда. Так, в другую сторону полетит. Ой. Ну не, мы звезду, домик. Наверное, ангелочка. И конфетку не будем использовать. А будем использовать только вот эти шесть. Потому что, как бы, теста у Дедушки немного. И думаю, хотя бы каждого сделать по 4-5 печенушечек. Ну, там уже по ходу дела Дедушка уже посмотрит. Может быть, и что-то добавит из этих. Так, теперь Дедушка покажет, чем собирается украшать наши печеньки. Так, вот у Дедушки тут есть всё вот такое вот интересное. Тут Дедушка купил мешки с насадками, чтобы украшать. Потом у Дедушки есть вот такие конфетки. Потом посмотрим. Может быть, будем делать глазки или что-то. Вот такие вот, что это у нас? В Перлине это у нас. По-русски это, не знаю, Дедушка. Ну, такие вот конфетки съедобные, съедобные. Бусинки, бусинки. Чтобы вы не думали, что Дедушка взял бусы у Снегурочки. Нет-нет, это съедобное. Потом вот такие вот тоже конфетки. Дедушка, наверное, ёлочку будет украшать. Потом вот шоколадки вот такие маленькие кусочки. Потом у Дедушки вот такие конфетки ещё есть. Потом ещё шоколадки вот такие вот. И что ещё у Деда есть? А, это кокос. Ну, мы не будем использовать кокос. Ну, вот такие дела. Уже по ходу действия. Потом будем это всё использовать. Ну, вот, Дедушка показал. Ну, всё, думаю, можно доставать уже тесто с холодильника. А, что тут у нас? А, это у нас Снегурочка повесила, что после 18 кушать нельзя. Ну, да, у Дедушки уже 8 часов вечера, поэтому кушать нельзя. Ну, ладно. Дедушка покушает завтра. А здесь что у нас? Жизнь удалась. Видали? Вот, это Снегурочку так зовут. Достал Дедушка тесто кусочек. Сейчас развернём. Так вот, развернём. Сейчас фокусирует камера. И будем раскатывать. Вот такая у меня есть скалочка. И будем... Ну, да, неудобно одной рукой. Раскатаю, потом переключусь. Дедушка чуть-чуть в замешательстве, потому что Дедушка раскатывает тесто. Оно у Дедушки рвётся. Ой, Дедушка что-то начал нервничать. Ну, сейчас посмотрим. Поставим печься, потом посмотрим. Так, начнём с ёлочки. Дедушка слишком тесто не раскатывал тонко. Так, среднее. Так, ставим ёлочки. Пока по три ставлю. Ладно, по четыре. Так, четыре ёлочки. Так, сделаем четыре снеговичка. Так, раз снеговичок. Что-то у Дедушки это хрупает, когда Дедушка ставит. Там, наверное, сахар чувствуется. Так, три снеговичок. Четыре снеговичок. Пока по четыре делаю. Потом посмотрим. Так, звёздочки сделаем тоже. Четыре штучки. Так, раз звёздочка. Два звёздочка. Три звёздочка. Четыре звёздочка. Так, звёздочки есть. Дальше. Снежинки сделает Дедушка. Так. Раз снежинка. Что, Дедушка не очень рассчитал, но ладно. Что, придумаем вот так. Два снежинка. Два снежинка. Дальше. Тут у Дедушки три снежинка. И тут у Дедушки четыре снежинка. Ладно, сделаю пятую снежинку. Потому что, ну, хотя нет, четыре, так четыре. Тогда кого здесь? Девочка или мальчик? У Дедушки не залазит, походу. Тогда сделаю пятую снежинку. Так, пятая снежинка. Так, переложу сейчас всё на бумагу пергаментную и покажу. Смотрите, Дедушка сделал пять девочек и пять мальчиков. Сейчас добавим, как и всем остальным. Вот, смотрите, как получилось у Дедушки Мороза. Ой, конечно, порвались и снежинки, и звёздочки. Вон человечек у меня, чуть-чуть ручкой вверх, ручкой вниз. Ну, извините, что делать? Вот пока вот так. Иду делать дальше. Смотрите, какие домики у Деда Мороза. И вот у Деда Мороза ещё сделал ёлочки. И Дед Морозики. Вот так вот, Дед Мороз работает. Не сидит, не сидит. Вот такие ещё у Дедушки Мороза мальчики, девочки и ёлочка. Снежиночки у Деда Мороза рвутся все, поэтому, походу, будут девочки и мальчики только. Ну, нет, будет ещё снеговички и ёлочки. Ну, всё, продолжим дальше. Ну, вот и готово Дедушкино печенье. Не стал я их всех разукрашивать, а только так разукрасил по одной фигурке. Для красоты. Надеюсь, очень вкусненькое будет. Потом Снегурочка попробует и скажет Дедушке, понравилось ей Дедушкино печенье или нет. Но я уверен, что Снегурочке очень понравится. Ну, всё. Спасибо всем, кто был с Дедушкой. Если вам понравилось, как я пёк печенье, ставьте мне класс. И подписывайтесь на мой канал. Дедушке будет очень-очень приятно. Ну, всё. Спокойной ночи. У Дедушки уже 12 часов ночи. С наступающим вас Новым Годом. Хо-хо-хо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok